Привет, меня зовут Аня. Сегодняшнее видео вам помогает сделать приложение Яндекс.Музыка. Там огромное количество подборок, плейлистов и радио, которые можно выбирать по жанру, настроению или по роду деятельности. А рекомендации угадывают то, что может понравиться. Мне, как любителя подпевать, больше всего нравится, что у каждого трека там есть текст. Это очень удобно для ночного караоке. Да простят меня мои несчастные соседи. Сервисом можно пользоваться бесплатно, а можно оформить подписку, чтобы скачивать музыку себе на телефон через приложение, например. Прямо сейчас у них есть спецпредложение, и можно купить подписку за 99 рублей. Я для вас составила три плейлиста с музыкой, которая нравится мне. Давайте выберем что-нибудь оттуда, и я запишу на это кавер. Просто напишите название понравившегося трека или плейлиста, и я спою то, что будут чаще всего реквестировать. Я большая фанатка подкаста «Медуза. Как жить?», и я очень хотела сделать что-то похожее, и просила вас задавать мне вопросы и рассказывать какие-то истории, которые я могла бы обсудить или как-то помочь, посодействовать, поддержать. Но вопросов ко мне было больше, хотя истории тоже были, поэтому сегодня я буду читать то, что мне написали, то, что собрало побольше лайков, отвечать на это и всё такое. Кокси спрашивает «Во сколько лет сделала первая тату?» Я сделала первую татуировку в 18, и вторую тоже в 18, и, по-моему, даже третью в 18. Дорвалась. Юля спрашивает «Каково твое мнение о предвыборных клипах некоторых блогеров?» Я думаю, что это ужасно, честно говоря. Я бы такое не сделала, хотя это вопрос цены. Если через 6 лет Владимир Владимирович соберется опять избираться на президентский срок, то, пожалуйста, свяжитесь со мной. За 16 миллионов рублей я сделаю трек, в котором я буду призывать всех голосовать за него. Яна спрашивает «Как относишься к ЛГБТ и определяешь себя в этом плане? Были ли сомнения?» Я хорошо отношусь к ЛГБТ. Я определяю себя в этом плане довольно чётко. И по поводу моего определения, по поводу самоопределения, у меня были некоторые сомнения до определённого возраста. Но потом всё встало на свои места. Кирилл спрашивает «Откуда я черпаю столько фантазий?» Кирилл, я очень много смотрю на чужие работы, я очень много смотрю фильмов, мультиков, и это не находит никакого отражения в моих работах, потому что они мне кажутся очень скучными и одинаковыми. Каролина спрашивает «Ты когда-нибудь сталкивалась с такой проблемой, как сильная задолженность?» Да, Каролина. Тогда я была в школе. У нас не было безлимитного мобильного интернета, и мы пользовались 2G, DPRS с соединениями, оно было очень дорогое, и смс-ками. Я помню, что у меня была какая-то фигня с подключением интернета и ICQ-мобили, поэтому я использовала сообщения, чтобы чатиться со своими друзьями. У меня было минус 300 рублей. Когда мама узнала, она была в бешенстве. Это была самая большая задолженность, которую я когда-либо в жизни имела. Она ее погасила. Лия спрашивает «Хотела бы ты записать полноценный кавер или, может быть, даже собственную песню?» Да, я запишу кавер, если вы выберете песню. И я бы хотела, конечно, написать собственную песню, но мне кажется, что мне нужен гострайтер. «Планируешь ли ты переехать из России, осилить себя, выйти из зоны комфорта?» Я не думаю, что переезд из России — это выход из зоны комфорта. Я думаю, что переезд из России — это вход в зону комфорта. Алина спрашивает «Ты довольна своей жизнью?» Я имею в виду твое положение в обществе, твое окружение, образ жизни. Если ты хочешь что-то поменять, то что именно? Я бы хотела поменять свое положение в обществе, свое окружение и свой образ жизни. Но в принципе я довольна своей жизнью. Виктория спрашивает «Ты когда-нибудь ела крайне экзотические блюда? Насекомое, собачье мясо и тому подобное?» Несколько лет назад я пришла к маме и взяла у нее с тарелки то, что на ней лежало. Я положила это в рот, пожевала и сказала «Ммм, какая странная говядина!» И мама сказала «Потому что это оленина». Я это выплюнула. Это самое странное, что мне приходилось пожевать. Маша спрашивает «Если бы ты могла изменить одну вещь в мире, то что бы это было?» Я бы убрала все религии и страны. Тогда не было бы войны и было бы одинаковый уровень образования. Это две вещи, да? Тогда я бы убрала страны. Это много вещей, это не одна вещь. Я бы убрала разделение. Михаил спрашивает «Была ли ты жертва сексуальных домогательств?» Мне кажется, что каждая женщина в свою жизнь была жертвой сексуальных домогательств и терпела их, и я в том числе. Крис спрашивает «Какой была мечта детства?» Я мечтала стать умной, смешной и красивой. Мечты не сбываются. Зачевала ли в панике? Да. Арина спрашивает «Сидела ли я на диетах?» «Был ли лишний вес?» «И были ли комплексы по этому поводу?» Да. В девятом классе я довольно сильно потолстела. И потолстела очень резко. И мне нет фотографий, чтобы показать вам. Потому что я не фотографировалась. Я помню, что комплексы начались тогда, когда я попросила подругу сфотографировать меня сзади. И была мода на эти ужасные низкие джинсы. И мы не носили джинсы за высшими талией. И у меня над этими джинсами висели бока. Я ужасно из-за этого страдала. Я помню, что я смотрела в зеркало и думала «Господи, если они когда-нибудь уйдут, я буду самым счастливым человеком на свет». Бока ушли, но я не стала счастливее. Мария спрашивает. «А ответить по щечне на жесткий сладшейминг у тебя и твоих подруг нормально ли?» Я не думаю, что хорошая идея трогать людей по лицу. Тем более силой. Без спроса. Но можно наорать. Можно наорать очень сильно. Можно проорать все свое недовольство. И то, почему так делать нельзя. И, возможно, этот человек в следующий раз не будет никого сладшеймить. Диана спрашивает. «Как относишься к наркотикам в целом? И употребила бы ты их на законной основе? Если да, то какой степени тяжести?» Есть страны, где свободная продажа легких наркотиков распространяется на уровне обычных магазинов. К чему бы это привело в России, по своему мнению? Я плохо отношусь к наркотикам. И даже если бы их легализовали, даже если бы мне их бесплатно выдавали, я бы не стала наркоманом. И я не думаю, что легализация легких наркотиков в России — это хорошая идея. Скорее всего, это бы не привело ни к чему хорошему. Александр Ежов спрашивает. «Что тебя вдохновляет? Какие люди в поступке работ помогают двигаться вперед по вектору развития в области дизайна?» Александр, я не двигаюсь по вектору, я двигаюсь по растру. И я не двигаюсь в области дизайна, я двигаюсь в области иллюстрации и рисования. Меня очень вдохновляют люди, которые рисуют лучше, и я им завидую, я злюсь, и я становлюсь лучше. Вот что двигает мной зависть. Анастасия спрашивает. «Ань, как научиться заканчивать работы?» Каждый раз, когда мне нравится, как идет работа, в итоге я разочаровываюсь, потому что не умею заканчивать. Короче, берешь и в самом начале представляешь, как это должно выглядеть в конечном итоге. И там есть фон, там нет фона. Оно цветное, оно черно-белое, оно детализировано равномерно или там где-то есть. Короче, ты поняла. И потом, когда ты рисуешь, и вот ты говоришь, что тебе нравится, как идет работа, ты рисуешь, рисуешь, рисуешь. И ты как бы рисуешь до того момента, как картинка перед тобой и картинка в твоем воображении приблизились максимально. Никогда не получится абсолютно точное совпадение, но вот в момент максимального приближения ты останавливаешься. Аня Белоус хочет, чтобы я назвала топ-5 вещей, которые нужно сделать до 20 лет. Итак, это топ-5 вещей, которые нужно сделать до 20 лет. Пятое место. Подрасти. Если в 20 лет ты большего размера, чем в младенчестве, то это хороший признак. Четвертый пункт. Завести друзей. Если у тебя когда-нибудь был друг или подруга, или даже несколько, даже ненадолго, то так держать. Третье место. Чем-нибудь заниматься. Если у тебя хотя бы разу было какое-то увлечение, если тебе нравилось кататься на велосипеде, если тебе нравилось сидеть перед телевизором и грызть семечки, то ты на правильном пути. Второе место. Закончить школу. К сожалению, к 20 это сделать нужно обязательно. И первое место в списке топ-5 вещей, которые нужно сделать до 20 лет, это дожить. Игорь спрашивает, реально ли с тобой встретиться за парой кофе? Если да, то как это сделать? Никак. Я не встречаюсь с незнакомцами. Александра пишет, еще в школе поняла, что хочу связать жизнь с творчеством, рисовать или играть в театре. Для родителей узнать это было все равно, чтобы получить плевок в лицо. Поэтому пошла учиться туда, куда отказали родители. Сейчас я на третьем курсе университета. Через год получать диплом. А меня буквально тошнит от того, чем я должна буду заниматься. Когда я трачу свое время на то, чтобы развивать навыки, связанные с творчеством, нужно быть очень внимательной, чтобы не попасться на глаза родителям. Тише говорить, уходить в другую комнату или бросать рисование, изображать бурную деятельность. Очень страшно, что сразу, как получу диплом, стану бесполезным элементом общества и сдохну несчастливой. Страшно все бросить и начать заниматься тем, чем хочу, потому кажется, что безумно разочарую семью. Будто между наковальней и молотом нахожусь. Александра, здесь нет никакого правильного решения. Я могу сказать только то, как бы я поступила. Я бы закончила университет, потому что ты уже отучилась там три года, правильно? И как бы бросать сейчас, когда остался год до диплома, это немножко, ну не знаю, безрассудно. Ну раз уж три года уж прошло, то уже год-то можно дотерпеть. С родителями я бы поговорила. Если твои хобби не мешают учебе, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы им заниматься. Блин, год до диплома и родители что-то там хотят. Упираешь руки в боки и занимаешься тем, чем хочешь. В России почти все, кто закончил универ, становятся бесполезными элементами общества. По-моему, абсолютно. Нет, почти все, кого я знаю, кто закончил универ, не работают по своей специальности. Это очень распространенная штука у нас в стране, к сожалению. Ты закончишь универ, у тебя будет диплом, которым ты будешь успокаивать своих родителей, а ты можешь заниматься чем хочешь. Ты взрослый человек, и ты вправе выбирать род деятельности. Вилл Пейдж спрашивает, что делать, если я нищенькая, точнее росла в бедной семье. Как не стыдиться этого и наоборот начать гордиться? Деньги, тем более деньги твоей семьи, которые не ты зарабатываешь, это не повод гордиться или стыдиться. Когда мы маленькие, мы все растем в семье, и пока мы не найдем первую работу, мы вряд ли можем что-то поменять. Все, что ты можешь сделать, это терпеть. Попробуй лучше спланировать, как классно ты будешь зарабатывать когда-нибудь потом. Придумай бизнес в стратегии. Подумай хорошенько на кого ты выучишься, чтобы быть богатой. И куда пойдешь работать. Анастасия пишет. Года три общалась с двумя девочками, были лучшими подругами. Но год назад у меня появился парень, и я немного уменьшила общение с подругами. Осенью в школе думала, что продолжим общаться, так как все лето были в разных городах и почти не виделись. С одной подругой все норм, а другая свела наше общение к минимуму. Как бы я ни пыталась все вернуть, она не идет на контакт, говорит, что считает ненужной себя в нашей компании, и в сентябре еще начала общаться с новенькой. Скажи, что делать в этой ситуации, прошу совета. Вот если бы ты была моей подругой, и если бы ты так сделала, то я бы подумала, что я тебе безразлична, и что я тебе не важна, и что тебе больше важны отношения с твоим новым молодым человеком. Я бы, естественно, не относилась бы к тебе с такой же теплотой, как раньше. Потому что это предательство. О, нет, ладно, шучу, нет. Что делать в этой ситуации? Ничего не делать. Друзья приходят и уходят. Молодые люди приходят и уходят. И... Все. Как ты можешь заставить кого-то идти с тобой на контакт, если он не хочет? Как? Анна спрашивает, как относишься к пицце с ананасами? Нет. Нет. Ее не должно осуществить. Почему ананасы? Почему там не яблоки? Почему не... Как это можно есть? Сыр с ананасами. Кто это такое? Даша Рябчикова спрашивает, как жить, если человек родная душа, которого ты любишь, и любовь взаимна. Живет очень далеко, и вы не можете строить счастливые нормальные отношения. Что же делать, если никого другого больше не хочется? Даша, переезжать. Кира пишет. Привет. Я не знаю, что делать, и прошу помощи разобраться мне вот в такой ситуации. Лучшая подруга часто оскорбляет меня, унижает при всех и говорит плохо о моем творчестве в компании. Когда мы наедине, она ведет себя ок, и нам вместе весело, но этот осадок на душе не дает мне покоя. Странно, Кира, что ты называешь ее своей подругой, потому что, по-моему, она просто пытается выехать в компании за счет тебя. Ну, в смысле, зачем еще ей оскорблять тебя, унижать при всех и говорить плохо о твоем творчестве? По-моему, твоя подруга просто сучка. Дарья пишет. Расскажи о своем отношении к высшему образованию. Нужно ли оно? Для чего? Расскажи о жизни в больших городах и планах на ближайшую неделю. Кошмар какой. Во-первых, я хорошо отношусь к высшему образованию, надеюсь, когда-нибудь его получить, но не в России. Жить в большом городе ужасно, на мой взгляд. И план на ближайшую неделю это очень много работать, потому что мне нужно снять вашего видоса и записать кавер. Каракоз Жайлина спрашивает, не было ли у тебя ощущения, что твоя жизнь проходит зря, или что-то в определенный момент пошло не так. Постоянно. Александра спрашивает, как познакомилась с Никой. Мы посрались в Твиттере. Анна Серова пишет. Расскажи про свои первые отношения с Кунми. Мои первые отношения начались, потому что я целовалась с одним молодым человеком в подворотне. И потом не хотела, чтобы обо мне плохо думали, поэтому мне пришлось встречаться с ним три месяца. И обо мне потом все равно плохо думали. Так, тут серьезная штука от Екатерины. Учусь на магистратуре по специальности, которая мне уже не нравится. Родители настояли на получении второго диплома, а моя душа давно отдана рисованию. Не сказать, что я просто мечтаю. Крытки продаются в магазинах Москвы и Питера. Иногда есть заказы на фриланс. Но отдать себя полностью делу не дает универ. Мне там неприятно. Постоянно думаю о том, что теряю там время и могла бы работать. Но сдерживает проблемы жилья в Москве. Я не местная и живу в общежитии. Как быть? В свое время у меня не получилось преуспеть на рисовательном поприще в Москве. Снимать одну комнату в Москве самостоятельно, в центре, например, стоит от 20 тысяч рублей. Если бы у меня была возможность учиться где-то даже, где мне не нравится, и если бы у меня было там общежитие, я бы училась там, где мне не нравится, и сидела бы в этом общежитии до последнего. Потому что Москва очень дорогая. И я не знаю ни одного художника, фрилансера, иллюстратора, который мог бы позволить себе на своей шиши самостоятельно снимать жилье и жить в блеске. Я не хочу быть обломщицей, которая сейчас скажет, не занимайся тем, что тебе нравится, сиди учись, потому что жилье бесплатное. Я хочу сказать, что время, которое у тебя есть, пока у тебя есть это общежитие, ты можешь потратить на то, чтобы придумать стратегию, как жить дальше и как зарабатывать больше денег. Кстати, Катя, скажи, пожалуйста, кто тебе сделал такой охренительный сайт, потому что я тоже такое хочу. Артур спрашивает, когда надо признаваться в любви? Имеется в виду, до какого момента нужно тянуть? Ведь просто страшно признаваться из-за того, что отношения с этим человеком не будут прежними. Ты имеешь в виду, что ты хочешь признаться кому-то, с кем ты не в отношениях или что? Я думаю, что признаваться нужно тогда, когда тебе хочется признаться, и когда ты уверен, что человек, которому ты будешь признаваться, хочет от тебя это услышать. Или будет не против от тебя это услышать, потому что бывает так, что такие вещи портят отношения навсегда. Илона спрашивает, что делать, если я уже год барахтаюсь на одном месте? Работа не приносит радости. И не то, чтобы я жалуюсь, просто все желания, которые я реализую, не приносят мне удовольствия. Странно осознавать, что в свои 20 я так ничего не добилась. Илона, мне 24, я все еще ничего не добилась. Я чувствую то же самое. И если ты не можешь представить, что может сделать тебя счастливой, то эту штуку нужно нести к психотерапевту, потому что эти вещи уж точно нужно решать не в комментариях ВКонтакте. Кстати, про психотерапевтов. Было очень много вопросов про депрессию, про ментальные расстройства. И я не думала, что это такая интересная тема, но вопросов было, правда, очень много. И я думаю, что нужно снимать про это отдельное видео. И еще отдельное видео нужно снимать про фриланс, по всей видимости, судя по вопросам. Потому что у людей очень много вопросов о том, как развивать свои социальные сети, про то, как находить работу и зарабатывать деньги. И не умереть от голода. Если бы я еще знала, как не умереть от голода. Александра спрашивает, есть ли у меня какой-нибудь guilty pleasure? Да, у меня есть одно. Но, возможно, даже не одно, но первое, что приходит в голову, это, знаете, эти видео, где выдавливают прыщи. И вообще давить прыщи. Мое любимое, это когда делают такой маленький разрезик, и оттуда выходит такая плотная и здоровая липома. Я призналась честно. Ладно. Анастасия спрашивает, бывает ли у тебя минуты, когда ты лежишь и понимаешь, чувствуешь, что живешь. Не просто существуешь, а живешь с большой буквы. Притом так, что не хватит слов, чтобы описать это ощущение. Нет. У меня с детства такое ощущение, что я не живу, а проживаю. Я не ощущаю себя в моменте вообще никогда. Я... В общем, я ничего такого не чувствую. И мне кажется, это большая проблема. Ксиша спрашивает, как я бросила курить, и как долго курила, когда и почему начала. Начнем с того, что я с детства обожаю запах табака. Когда я была маленькая, типа совсем маленькая, я до школы еще, например, я точно знала, что я буду курить, потому что, когда я заходила в лифт с прокуренным мужиком, я делала так. Сам запах табака мне нравился невероятно с детства. Первые бучки я стала покуривать лет в девять. Это не было чем-то постоянным. Потом я помню, что в пятом или в шестом классе я стабильно раз в неделю приходила к подружке и дымила сигаретами ее мамы. Ну, мы курили не в затяг, но просто сам запах мне так нравился. Я не хочу говорить, поскольку точно начала курить. В свое время мне помогли подруги, я не сваливала на них вину, это было мое решение, просто учили меня затягиваться. И я курила восемь лет. И меня не останавливало даже то, что мой дедушка умер от рака легких. И я все время придумывала себе оправдание, типа, ну, он курил ужасные сигареты с ужасным фильтром, наверное, поэтому у него был рак. Я не курил где-то около года. Я бросила чисто случайно. Это был не понедельник и не первое число месяца. Я не помню, какой это был день. Я не помню, чтобы у меня было какое-то резкое волевое решение, что вот сейчас я бросаю курить. У меня не было последней сигареты. Это просто случилось случайно. Однажды у меня закончилась пачка сигарет, и я не пошла за новой. Я думаю, что это случилось, потому что я так много смотрела лекции Аси Казанцевой. Она курильщица, и она много рассказывает про то, как вот эта зависимость работает. До этого, когда я хотела бросить курить, я на самом деле не хотела бросить курить. Я думала, что это мой осознанный выбор, и я несу за него ответственность. Но когда я наслушалась всех этих лекций и начиталась википедии и еще каких-то научно-популярных штук, у меня в голове поселился смысл, что на самом деле это не мой осознанный выбор, и что это на самом деле делает со мной мой мозг, что когда я вдыхаю никотин, у меня вырабатывается дофамин. И на самом деле вот это вот решение насрать на будущее и на то, что у тебя будет рак, принимаешь не ты, несознательная часть тебя, а как бы твое животное нутро. И это меня все так выбесило, и все стало так очевидно, что, короче, сигареты и сами с собой бросились. Аллилуйя! Блин, я уже очень давно записываю, видео, наверное, будет слишком длинное. Пожалуйста, не забудьте подчекать плейлисты, которые я сделала, и выбрать песню, которую я спою. Не будьте со мной жестоки, выберите что-то хорошее, пожалуйста. Чего так нервничаю? Я хочу сказать большое спасибо людям, которые поддерживают меня на Патреоне. Именно благодаря этим людям я могу работать над комиксом и есть одновременно. Большое спасибо за просмотр. Ставьте колокольчики и лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до свидос. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Продолжение следует...